привет мой камерный дорожный клуб сегодня я бы хотел поговорить про индивидуализм тем более что эта тема сейчас скажем так в топе как противопоставление коллективизму на толпе и хочу показать как я соотношу это мировоззрение индивидуализм с козырем отшельник осторожным козырем отшельник но начать нужно с того что в современном мире происходит трансформация существующих социальных моделей существования индивида то есть наблюдается рост глобализации вообще существуют идеи создания единого такого знаешь мультикультурного пространства и вот на базе этих изменений усложняются и социальные требования предъявляемые человеку из-за этих факторов существует тенденция при которой индивид может находиться в состоянии постоянного напряжения которое нередко выливается в желание разорвать разорвать все связи социальным миром уйти убежать от социума как раз вот этим характеризуется явление социального эскапизма на что внутренней иммиграции это дтп в лучшем случае да это может быть дауншифт такой да но понятно что подобное может себе позволить далеко не каждый короче это к вопросу о том если мы говорим об отшельничестве в такой знаешь критической фазе которая может быть очень болезненной для личности крайне непростой для осознания в идеале ведь к это конечно же удаление но условное расстояние от социума но в поисках ответов на какие-то важные для личности вопросы дистанцирование как личная философия доход для самосовершенствования какого-то духовного развития самообразование в поисках тишины и покоя единения с природой даже да в идеале вот отшельник архетип его таков но есть принцип и другого так сказать отшельничество но уже в пределах социума отдельной группы команды как угодно и это как раз индивидуализм собственно по этой причине козырь отшельник мне близок индивидуализм как принцип морали я соотношу конкретно с этой картой что это такое индивидуализм индивидуализм это мировоззрение подчеркивающее первоочередное значение индивида и личностной независимости индивидуализм противопоставляется коллективизму практике идеологии ограничения индивида социумом индивидуализм это и термин социальной психологии поскольку его развитие у личности непосредственно соотносится с факторами социума данное понятие постулирует что интересы общества уступают интересам состоящих из него личности как жизненная позиция и мировоззрение индивидуализм возникает в результате обособления индивида от социальной группы иногда от семьи клана рода осознание им своей индивидуальной или персональной определенности в отношении природы божества сообществ и в процессе осмысления ценности индивида самого по себе как рационального автономного и самоопределяющегося существа кстати в сократовском тезисе о нравственном достоинстве разумной жизни как и в дельфийской надписи познай самого себя предполагалась рациональная определенность индивида до познай самого себя очень по отшельнический так скажем на вообще индивидуализм это атлантинского индивидуализ что значит нерасчленимый цельный и немного истории кратко окончательно понятие индивидуализм то как это мы сейчас определяем понимаем она сформировалась среди английских политических философов нового времени при этом речь шла не столько оба обособлении человека от общества сколько о необходимости ограничить давление на отдельного человека со стороны других людей и такое позитивное понимание индивидуализма как самостоятельности и самоценности личности вообще отражала дух эпохи эпохи просвещения прославляющий свободного индивида как главного носителя ценности европейской цивилизации именно принцип методологического индивидуализма стал основой классической политэкономии шотландский экономист и философ этик один из основоположников экономической теории как науки в общем такой гуру в этой области адам смит он четко сформулировал принцип что когда индивид заботится о личной выгоде то тем самым независимо от своего желания он приносит и пользу обществу причем лучше и больше чем если бы сознательно стремился вообще к общему благу и вообще то так и есть если задуматься но параллельно таким позитивным истолкованием индивидуализма сформировалась и иная точка зрения сторонники социалистических теорий начали использовать понятие индивидуализм для противопоставления социализму то есть социалистической традиции в отличие от либеральной укоренилась значит к негативная трактовка индивидуализма как уже эгоизма и отрицание общественных связей то здесь главенствует коллективизм потому что индивидуализм считается проявлением анти общественного эгоизма в общем антитеза такая индивидуализм коллективизм она устойчиво закрепилась в девятнадцатом веке трудах социологов и специалистов по социальной психологии чему мы приходим каждый человек отличается мировоззрением ценностями и поведенческими особенностями и некоторые люди являются вот такими условными отшельниками индивидуалистами как приверженцы индивидуализма когда интересы личности превозносятся над интересами общества то есть индивидуализм подразумевает концентрацию внимания индивида на собственных потребностях и целях известный американский психолог гарри триандис он предложил дать определение такому человеку назвав его идиоцентрик то есть такие личности они стремятся к самосовершенствованию при этом они придерживаются индивидуалистических взглядов и ставят на первое место собственные убеждения и что важно в случае возникновения конфликтных ситуаций такие люди не будут стремиться предотвратить предотвратить их да а будут защищать собственные убеждения даже если человек с такими взглядами будет работать в команде все командные цели он будет оставлять где-то на заднем плане он будет работать в команде однако при одиночной работе он показывает как правило очень хорошие результаты и вот для таких отшельников индивидуалистов очень важным является личное пространство конечно же которые они никому не позволяют нарушать такие личности и сами относятся к чужим границам очень ответственно и уважительно не позволяя себе переступать черту дозволенного но нередко да индивидуализм ставят в один ряд с эгоизмом что неверно почему эгоизм связан с инфантильностью когда человек ведет себя аналогично младенцу который использует мать как источник его жизненных ресурсов до перенося подобный тип взаимоотношений на окружающих проецируя на них сценарий безусловной и дарящей любви матери а поскольку поведение окружающих не соответствует данному поведенческому паттерну что неудивительно ожидание переходит в требования и отбирание с помощью доступных рычагов влияния вот это есть эгоизм в то время как индивидуалистическая автономия предполагает опору на собственные возможности когда необходимость а соответственно и пользование в том числе наносящие ущерб агрессивная воспринимается как знаешь такое низкое развитие самостоятельности и вот такая самостоятельная позиция подталкивает постоянному самосовершенствованию узнавая границы своих возможностей и вот тут главное да козырь отшельник можно рассматривать в конце кстати в контексте социума но именно как индивидуалиста ведь расширяя массив собственных возможностей такой отшельник индивидуалист как личность он способен к обмену и дарению ресурсов и опыта так как знает как получить их вновь имея соответствующий опыт то есть это социальность индивида и заключается в том что его развитие происходит во взаимодействии они кататься с другими такими же носителями личных интересов в общем для многих да на первый взгляд индивидуализм и эгоизм они похожи но тут достаточно копнуть немного глубже все же эгоизмом называют жизненную позицию человека при которой он свои собственные интересы ставит превыше всего и даже может нанести ущерб другому ради достижения собственной цели индивидуализм подразумевать защиту защиту собственного мировоззрения но при этом не затрагиваются и уважаются чувства окружающих вообще отшельника индивидуалиста сложно не заметить ему комфортно в любом окружении потому что он самодостаточен и независим суждениях и поступках действительно он как бы ни с кем и в то же время может быть со всеми и это те личности которые не задаются вопросом а что скажут другие люди и как правило они не примыкают ни к каким коалициям то есть такие отшельники индивидуалисты не ходят строим конечно же им чужд принцип толпы каких-то сборищ таких сплоченных сообществ такую массу они могут встать в общий строй только в случае угрозы для всех вообще в контексте противостояния чему-то агрессивному несправедливому подавляющему общие права потому что в отшельнике индивидуалисты силен принцип справедливости здесь есть связь с командной работой при командной работе индивидуалисты настаивают на разделении выгод согласно затратам то есть как поработал так и заработал в то время как коллективизм поддерживают идею равного разделения благ то есть всем одинаково независимо независимости от того там какой у кого коэффициент полезного действия то есть главное отличие индивидуализма от коллективизма состоит не в равном а в справедливом распределении ресурсов вообще индивидуализм предполагает справедливое распределение в чем бы то ни было поэтому на мой взгляд формула например отшельник плюс справедливость усиливает принцип справедливости значительно а теперь давай для прикола добавим к этой паре скажем дубинчатого рыцаря или кубкового рыцаря в общем любую придворную карту с примесью иррационального и тогда на выхлопе мы можем получить обостренное чувство справедливости это показатель того что человек не может адаптироваться к внешним условиям ведь мир несовершенен и часто несправедлив и здоровая психика должна приспосабливаться к такой внешней среде адекватно оценивать собственно да и и в этом случае нет подобного не происходит ладно отвлекся ближе к отшельникам индивидуалистам в общем отшельники индивидуалисты они признают свою причастность к социальным группам признают принимают и понимают социальную среду это не социопаты не социофобы индивидуалисты готовы играть в общей команде если это какое-то конкретное задание решение проблемы но они не зависят от других участников и это ключевое они как бы всегда на условном удалении расстояние они самодостаточны исключением бывает только семья как группа и коллектив но это чаще родители и родственники не могут повлиять на выбор индивидуалиста например вопросах учебы работы круга общения в остальном же отшельники индивидуалисты предпочитают действовать в одиночку принимать решение самостоятельно ставить свои цели исследовать индивидуалисты часто эмоционально отстранены от других людей склонны к уединению они могут выслушать мнение другого человека но поступят все равно по-своему но это не значит что индивидуалисты лишены эмпатии нет вовсе нет здоровый индивидуализм не исключает взаимопомощи поддержки это важно понять и отделить я повторюсь чистый индивидуализм от чистого эгоизма а еще про шагание строем вот что вообще тоталитарных сообществ индивидуализм не поощряется потому что индивидуалист как я уже упоминал категорически не желает ходить строем со всеми с большинством например в период советского строя принцип индивидуализма считали проявлением анти общественного эгоизма и коллективизм был доминирующий государственные идеологии да я уже упоминал об этом повторюсь подобное происходит в любых тоталитарных обществах и вот как пример да сейчас приведу как описан индивидуализм в современном современном я подчеркиваю психолого педагогическом словаре изданном в одном царстве государстве хе-хе в котором четко проявляются тоталитарные идеологические черты вот сейчас век 21 цитирую индивидуализм это свойство личности определяемая преобладанием цели деятельности направленных на удовлетворение только личных потребностей своего я при игнорировании общественных и становясь свойством характера индивидуализм определяет тип личности индивидуалиста нуждающегося барабанная дробь в перевоспитании вот так вот там написано перевоспитание да лучше сразу за решетку и там перевоспитывать а то очень себе придумала такое дрянь такая собственное мнение надумал иметь а сука нет перевоспитать его вот так он да еще интересное наблюдение на кстати одна из главных статистически подтвержденных основ развития индивидуализма это благосостояние общества высоко квалифицированные специалисты представители творческой интеллигенции и вообще верхушка общества все они более склонны к индивидуализму конечно а низы склонны кучковаться вот так вот конкретно и просто что еще по формулам можно придумать посмотреть отшельник паре с мастевыми картами какими-то до придворными или тузом как мы это можем себе представить да возьмем простой пример рабочие отношения корпоративные отношения до корпоративные вот эти устои до правила индивидуалистом отшельником тут выживать не так просто правильно потому что требования корпоративной лояльности приходят в столкновение с традициями индивидуализма на это очевидно повторюсь индивидуалисты либо не умеют либо не хотят шагать строем а корпоративная вот это вот вся вот это структура она не для них но если индивидуалист там оказался и выживает значит он молодец итак попробую пофантазировать коротенько да отшельник и мечи это личность которая не боится говорить то есть выражать свое мнение не боится я повторюсь мировоззрение часто не совпадает с общепринятой идеологии однозначно идет в разрез если идеология это злая так скажем построенная на принципах несправедливости ограничения свободы и такая личность вот такой индивидуалист отшельник часто бьет словом метка конкретно стремительно обозначая границы своего личного пространства границы дозволенного в свой адрес и конечно же следует принципам свободы свободы духа так сказать то это личность которая не боится говорить выражать свое мнение четко громко понятно часто безапелляционно потому что прав идем дальше отшельник плюс кубки это индивидуалист романтик это чувственная творческая обращенная на себя личность очень интенсивным восприятием мира и склонностью такой знаешь меланхолии и вот такой индивидуалист он концентрируется исключительно на эстетическом ауты аутентичным и отличающимся и ему самому конечно же важно чувствовать себя отличным от других в то же самое время ему часто кажется что другим присуще то чего ему самому недостают и это может его приводить к тоске и одновременно заставляя чувствовать себя немного знаешь таким лишним непонятным другими да такой вот индивидуалист романтик он немножко уж явно погружен в себя и отделен от других в таком задумчивом состоянии далее идем отшельник плюс дубинки это индивидуалист эгоцентрик или даже в каком-то роде упёртый индивидуалист личность которая принципиально решает для себя что не будет играть на общем поле так сказать ни при каких условиях и вот эта упёртость часто может ни на чем не базироваться вообще просто блажь такая не буду как все и . и он или она следует этой своей упёртости потому нередко провоцируют социум изнутри какими-то выходками например эгоцентричные в том числе то есть часто может такой индивидуалист эгоцентрик даже работать себе во вред потому что в этом есть элемент все-таки иррационального но да это упертый такой персонаж идем дальше отшельник плюс монеты это тип индивидуалисты отшельника который в коллективе например четко отделяет себя от остальных работает даже по какой-то своей личной методе используют какие-то свои личные разработки но при этом не делится ими с другими и при этом же часто таким чудесным образом оказывается главной деталью в этой общей конструкции организме этом благодаря которой эта конструкция механизм организм функционирует вообще так как надо когда все работает как часы его или ее часто не замечают не в курсе насколько важна его или ее роль а этому индивидуалисту отшельнику это и не надо чтобы его или ее замечали он просто занят конкретным делом да вот такой отшельник как индивидуалист спасибо за внимание пока пока